Да, это очень необычная идея, посмотреть велосипеды в ДНС. А еще необычнее увидеть, что они их в электровелосипеды запихнули, и вообще абсолютно все велосипеды у них как будто бы электро. Я так понимаю, это связано с тем, что к велосипеду что-то идет с электрическим устройством. Я думаю, что это фонарики или какая-то такая история, потому что, судя по фотокарточкам велосипедов, никакого электропривода ни на колесе, ни на шатунах там, естественно, нет. Ну и судя по цене, я думаю, тоже сомневаться не приходится. Значит, скорее всего, фонарики, и из-за этого они попали вот в этот раздел. Это очень странно, ну как есть. Я думаю, что смотреть на самые бюджетные модели смысла никакого не имеет. А вот на нечто на алюминиевой раме бренда Hyper действительно стоит приглядеться. Многие мне говорят, что я поступаю неправильно, прихожу в магазины, что-то там снимаю на телефон и потом выдаю свои вердикты. Ну что ж, в этот раз я поступлю так, как я поступал с алиэкспрессовскими велосипедами, BMX-ами. Я закажу себе этот велосипед, посмотрю, что он из себя представляет, покажу вам, расскажу. И потом я этот велосипед либо разыграю, либо продам. Ну, в общем, что-нибудь с ним сделаю. И да, ребятки, я помню про FastFish. И у меня на самом деле не только FastFish завалялся, у меня целая стопка всяких разных недоделанных проектов, с которыми надо тоже что-то делать. Я наберу сил и закрою эти гештальты, некоторым из которых уже пара лет точно. Ну что ж, добро пожаловать в наш интерьер с прекрасно убитыми шторами, нашими замечательными кошечками. Всегда такая дилемма встает. Но только сейчас Юле пытались как-то камеру поставить. Куда ее не направь, везде, короче, бедлан. Убирай, не убирай. Такова она жизнь с животными. В общем, приступаем к распаковке. Да, ребят, я помню, что у нас там была Dirt Rama FastFish, о которой я забыл. Если вы мне еще тысячи комментариев напомните, то, возможно, мы ее и соберем. Ну что ж, переходим к хайперу. Так, Мура, не знаю, есть ли чего бояться тебе. Сидение. Ой. Это тебе не BMX распаковывать. Так, к велосипеду идут крылья с усами. Это лучше, чем пластиковые крылья, которые обычно идут к бюджетным моделям. Однозначно. Потому что их хотя бы можно закрепить. Так, с хомутами и кухонными ножницами у меня есть проблемка. А есть у нас хорошие? Нет, и ножницы вообще никак, никуда. Надо что-то другое. Вау! Это ус. Щелкнул парами. Так. Так. Блин, у меня никогда не было столько проблем с хомутами. Есть. Напоминаю, что это по нашим меркам бюджетная модель. Называется он Найт. О, Шимано. Даже Шимано, а не Шибадо. Как я говорю, когда работал в велосипедном магазине Alenbike, Шилипоко. Мне было настолько скучно уже на, не знаю, на четвертый год работы в веломагазинах, что я даже покупателям залечивал прогусыню, клювики и Шилипоко, Шибадо. В общем, возможно, это как-то помогло мне скрасить трудовые будни. Позырим, что в коробке. По идее, там должны быть педали. Может, еще звоночек. Еще что-нибудь. Вообще, покупая велик в интернет-магазине и выбирая доставку коробкой, как, собственно, в моем случае произошло, есть несколько нюансиков. Вам придется дособирать ее спецсостоятельно. Если в вашем городе нет веломастерской, в которой это сделают за вас, вам придется смотреть гайды в интернете, не все из которых понятны. Тут есть руководство пользователя. И, соответственно, вам надо будет настраивать, возможно, переключатели. Потому что не факт, что они хорошо настроены. Итак, у нас есть педали. Хорошо, что с полноценной резьбой. То есть, бывает и хуже, но вообще это как бы самый низкий уровень педалей, который только может быть. Единственное, что они похожи на платформы. Соответственно, не так будет уставать нога. Хоть и размер все же недостаточен. Дальше катафоты. Есть USB. Фонарик. Офигеть. Вот это прикольно. Короче, красный габарит задний. И есть еще передний фонарь. Bicycle light. Классно, что тут есть провода для этого. Вообще, фонарики в комплекте. Это клево. И многие даже очень опытные велосипедисты пренебрегают этим устройством. В темное время суток, когда вы ездите, это супер актуально. Недавно я выезжал из какой-то прилегающей территории. И чисто, совершенно, я не знаю, как-то удача была. Я увидел группу шоссеров, которые ехали по дороге. Притом они ехали все темные. Ни на ком нету ничего светоотражающего. Свет на дороге не горит практически. Ни у одного нет ни фонарика, ни габарита. То есть я мог просто собрать кегельбан, устроить страйк. А чуваки, которые ездят на шоссере, это обычно очень обеспеченные ребята. Это либо спортсмены, либо там реально чуваки, которым нравится, гонят по шоссе. Велики там дорогие. Короче говоря, аудитория вроде грамотная, но вот самыми простыми мерами безопасности почему-то пренебрегающие. Это очень плохо. Обозначение RR, так сказать, и направление вращения резьбы, направление закручивания, это клево. Потому что даже опытные продавцы, бывает, путаются. Педали под 15-й ключ, без внутреннего шестигранника. Подсидел на эксцентрике. Все ок. Обе педали закручиваются в сторону руля, чтобы во время катания они не раскручивались. Это опять же азы. То же самое с кареткой. Поэтому перепутать стороны нельзя. Если перепутаете, то просто резьбам всем конец. Нам надо расслабить вынос. Руль по 31.8, без подъема. Не знаю, зачем так. И почему так. Ой. Стоит. Тормоз передний не прикручен. Придется это сделать самостоятельно. Не обманывайтесь осью на вилке. Это транспортировочная. Чтобы вилку не помяла. Так, проверим теперь, как настроен перекру. Перекол у нас не настроен, поэтому нужно будет менять натяжение тросика и проверять, перестанет он скакать или нет. Так. Теперь пощелкаем. Не переключилось. Передний перекрун настраивать не пришлось. Задний я чуть-чуть подкрутил. У вас, собственно, два варианта. Либо будет крутилка пластиковая, вот такая же, как здесь, на монетке. Либо будет на переклюке. Собственно. Либо будет на чем-то одном. В моем случае оказалось только на переклюке. Я ее немножко покрутил и все. Все работает окей. Ну что, теперь можно осмотреть его полностью. Кстати, передним тормозом мне тоже ничего не пришлось сделать. Он встал нормально. Вот. Ну, немножко колодочка трет. Ну, тут надо просто натяжение чуть-чуть поменять тросика, либо дать притереться. Немножко поездить. Понятное дело, что велик из гипермаркета, из магазина непрофильного, особенно, там, за 18 тысяч рублей, он рассчитан на очень массового потребителя. На того, кому нравится, там, идея купить велосипед. Нравится идея купить 27-е спойные колеса. Там нравится то, как выглядит горный велосипед, маунтинбайк. Ням-ням-ням нравится идея покататься со скоростями, там, попробовать переключатели, дисковые тормоза, амортизационную вилку и вот это все. И как бы тут это на HyperNight все есть. Но по факту, мы с вами много велосипедов обозревали, но я обращаюсь к тем, кто интересуется, естественно, этой ценовой категорией и гипермаркет велосипедами. Тут получается такая история, что велосипед за 45-50 тысяч для вас очень дорогой. Я тут как бы вас прекрасно понимаю. Я когда выбирался первый велосипед, я тоже не понимал, откуда берутся цены. Хотя там Shimano, тут Shimano, здесь вот тоже написано Shimano. И там на велосипеде за 50 тысяч тоже написано Shimano, или теперь появились Alitu, и Microshift, и еще какие-то слова. Срам, ну это прям на чем-то, это что-то на богатом. А так, типа, ты смотришь, дисковые тормоза, дисковые тормоза, тут звездочки, там звездочки, тут ароматизационная вилка, что тут руль, сиденье, тормоза, покрышки, велосипед и велосипед. За 50 тысяч можно Жигули купить, правильно? Или Москвич, там, хотя сейчас, наверное, уже ничего не купить. Но, понимаете, в чем дело? Невозможно сделать полноценный горный велосипед за 18 тысяч рублей. Это будут сплошные компромиссы и экономия. И это просто, ну как дважды два, я не знаю, ожидать. Поведение маунтинбайка от велосипеда из гипермаркета нельзя. Это опасно для здоровья. То есть, если вы видите видосы, промо-ролики, там, в интернете, как ребята катаются, как ребята гоняют, там, на контринниках, в том числе, активно, там, едут по какой-то суперпересеченке, там, в смешных костюмах для вас смешных, для нас уже не таких смешных, потому что проедет 50 километров в джинсах, там, да, или в спортивных штанах, и попа скажет тебе привет. Поэтому смешные штаны с памперсами не надевают. На эту рекламу вестись нельзя. Такой велосипед, это велосипед исключительно для того, чтобы попробовать, такой, знаете, треальный период, две недели, ну, нет, конечно, он не две недели проживет, смотря, правда, как ездить. Вот, я могу его ушатать за день, кто-то может его ушатать за год, а кто-то его может не ушатать вообще. Поэтому нужно просто понимать, что за 18 тысяч вот это все, это, по сути, как бы, это похоже на маунтинбайк, так, как он вот выглядит в большинстве своем. Что касается прям вот конкретики, алюминиевая рама здесь нормальная. Вот тут прям все по-честному. Можно поставить даже когда-нибудь коническую вилку с внешней чашкой нижней сюда. Ничего такого. Есть съемный петух, есть крепление дискового тормоза, все крепления, которые должны быть, они есть. Даже есть внутренняя проводка верхнего и нижнего тросиков, то есть парами в этой категории это прям даже больше, чем можно ожидать, потому что чаще всего за такие деньги люспеды на стальных рамах делаются. Потом рули с выносом, они алюминиевые, по 31,8. Тут как бы тоже все окей, все по-честному. Монетки, моноблоки, шаманы. У меня такие были на моем первом стелсе. Вот, у меня был 1 на 8 с кассетой, здесь 1 на 7 с трещоткой. Но это реально Shimano, оно работает. Сидение, само по себе сидение тоже нормальное, даже не такое мягкое, как могло бы быть. Подсидельный штырь стальной, очень тяжелый. И, ну, самый-самый простой. Но это то, на что, ну, как бы, плевать совершенно человеку, особенно непросвещенному. Эксцентрик здесь на подсидель нормальный, классные полноразмерные крылья. Резина, закос под Кенду Сноублок 8, какой-то китайский ее вариант. Дальше стальные шатуны Shimano Tourney, но какой-то не похожий на современный Tourney Tourney. Дисковая механика самая простая. Сейчас она из коробки, почему-то нормально настроена. Это прям редкость. Особенно, когда я ставил на вилку суппорт, я ожидал худшего. А в итоге все встало сразу. Это клево. Втулки стальные, со сборными фланцами, ну, то есть, это все. От этих втулок ждать нечего. Трещотка сзади, втулки на гайках. При том, что крыло крепится прямо на ось задней втулки, соответственно, вам, когда зачем-то понадобится снимать заднее колесо, у вас начнутся приключения. Помимо того, что это и так непросто сделать, если вы не прошаренный, да, там надо переклюк отгибать. Я вам советую скинуть цепь на самую маленькую звездочку, чтобы это было проще сделать. Так еще и тут крыло, вот, и оно еще так, ну, надето на ось, что открутив гайки, вы не снимете колесо, вам крыло не даст это сделать, вам надо будет снимать усы крыла с оси. В общем, это адское приключение. Спереди тоже эксцентрика нету, и тоже сборная втулка стальная, соответственно, ну, если вам надо биоспед упаковывать куда-то без переднего колеса, то надо 15-й ключ постоянно с собой возить. Но я вообще рекомендую 15-й с собой возить, потому что педали откручиваются, это, на самом деле, проблема всех велосипедов новых, в принципе, любых, за любые деньги. Система, как я сказал, уже стальная, на три звезды спереди, то есть, в принципе, какое-то соотношение подобрать можно, вот, но диапазон такой, типа, самый стартовый пакет, скажем так, вот. Но ехать будет и в горку, и разогнаться можно, и все, что вы захотите в этом плане. Дальше, вилка выглядит как амортизационная, но, на самом деле, это вот те самые вилки, которые я больше всего ненавижу, стальные, сварные, непроваренные полностью везде, где должны быть. То есть, это очень опасная конструкция, использовать их для езды при активном каком-то катании нельзя. Нельзя дропать, то есть, спрыгивать откуда-то, вообще забудьте. То есть, это все для того, чтобы просто какие-то простейшие отрабатывать неровности дороги, и все, никакого вот злого, агрессивного эксплуатирования. И, по возможности, нужно об этом всегда помнить, если вас друзья подбивают где-то прыгнуть откуда-то, куда-то заехать, она может не выдержать вырезания в бордюр. То есть, на бордюр переднее колесо надо, ну, немножко поддергивая руль, закидывать в идеале, потому что такой вилки мало, ну, как бы, ей не понравится, если вы налетите на достаточно высокий бордюр. Я думаю, на маленький вы заехать сможете, но на высокий точно нет. Если вы врежетесь в высокий бордюр, то что-то случится с вилкой. С большей вероятностью, чем с какой-либо другой деталью. Радует, что шток полноценный, дюйма 1,8. Что еще тут можешь сказать? По ободам я не знаю, прямо сейчас при вас спущу и посмотрю, двойные они или одинарные. Ну что ж, давайте подведем итог. Обода двойные, это хорошо. То есть, колеса ремонтопригодные. Будут восьмерки, будут яйца, соответственно, можно это все будет дело починить. Колеса немножко восьмерят, бьют прямо с коробки, но это резина, это не обода. Это именно покрышки не до конца уселись, немножко покататься, все будет окей. Какой вывод можно сделать? Не нужно ждать ничего от велосипеда за 18 тысяч рублей. 100%. Тем более, когда на велосипеде появляется навеска, которая выглядит как взрослая. То есть, там мягкая вилка, переключатели, дисковые тормоза, еще и крылья вам дали нормальные, в комплекте еще фонарики дали. То есть, по-любому где-то будут экономить. И поскольку 18 тысяч рублей это очень низкая сумма для маунтинбайка, то сэкономлено будет на всем. Хорошо, что не сэкономлено на раме, хорошо, что не сэкономлено на сидении, хорошо, что не сэкономлено на руле с выносом, хорошо, что не сэкономлено на ободах, хорошо, что не сэкономлено на монетках. На всем остальном сэкономили втулки, шатуны, переключатели и вилка. Поэтому, если вы хотите попробовать для себя велосипед со скоростями, это можно сделать с помощью такого байка. Но эксплуатировать его нужно аккуратно, бережно, никуда не врезаться И осматривать время от времени вилку Вот это вот то, что я вам рекомендую Не искривилась ли она, не пошла ли какая-нибудь трещина или еще что-нибудь в таком стиле Ездить спокойно, не прыгать ниоткуда На бордюры колесо либо поднимать, либо просто заносить велосипед Ну, в общем, вот такая вот эксплуатация Понятное дело, что для этого велосипед будет годен И можно кататься абсолютно ничего не боясь Экстрим, какие-то гонки, какой-то злой рельеф, 100% нет Видел ли я велосипеды лучше за эти деньги? Ну, за 18 тысяч рублей нет Видел ли я велосипеды хуже за эти деньги? Огромное количество Так что мне, наверное, стоит зайти еще в парочку магазинов, гипермаркетов Посмотреть, что там вообще предлагают И, так сказать, заполнить эту брешь в контенте Вот этими самыми популярными, массовыми, очень бюджетными велосипедами Большое спасибо за внимание С вами был Антон Степанов Велосипед HyperNight Эксплуатируйте велосипеды по назначению Если вы купили дешевый велосипед, не надо ждать от него чего-то сверхъестественного Все, пока